всем привет нашел какой-то ультра ночной режим в телефоне после недавнего апдейта прошивки как-то поинтересная картинка мне кажется итак это видео про поездку из бадзарова ферсенвальда то есть ездил я тут по разным делам выезжаю с парковки облепили меня кирпичами сейчас буду по этой парковке искать чтобы выехать без нарушений придется немножко поездить вот так вот этот ряд для заезда этот ряд для выезд так тут задумано я в этом магазине редко бываю поэтому всех нюансов могу не знать тут знак стоп остановились пропустили машину которая едет слева вперед готов в общем кто смотрел первую часть там где я ехал из ферсенвальда в бацаров те знают что я ездил сюда в больничку за рецептом на антибиотик ну вот прописали мне антибиотик то есть на скорой помощи это единственное в это время можно то есть как бы отделение неотложной помощи есть такое в больнице которая работает круглосуточно куда можно всегда обратиться вот и там тебе могут врачи помочь и выписать нужный тебе рецепт так вот кто знает не знает моя мама врач детский врач она следит за нашими историями с лекарствами рецептами и всем вот таким и в общем антибиотики тут стараются выписывать самые бюджетные то есть на основе ампицилина причем задают вопрос то есть если у вас на антибиотике аллергия короче такой лайфхак от мамы совет я не успел воспользоваться мне выписали сегодня тоже ампициллин у тех кто не хочет лечиться ампициллином а хочет каким-то антибиотиком посовременнее то нужно отвечать что у вас аллергия на ампициллин на амоксиглав амокглав он там называется кстати машина нагрелась и и лампочка ручника уже не горит на камере я вижу хорошую картинку дороги действительно режим прикольный для ночной съемки его по моему раньше не было так что имейте ввиду то есть всегда врачи перед выпиской антибиотика задают вопрос если у вас аллергия так как я понимаю хватает людей с аллергиями и они уточняют я конечно ответил что аллергии у меня нету и мне выписали самый простой ампициллин напомню что я ездил потому что меня так называемый инойный антит который нужно лечить антибиотиком но к сожалению аптека уже закрылась к тому времени пока мне не удалось добыть рецепт я еду домой без лекарства но с рецептом по которому завтра пойду и куплю себе нужное лекарство в аптеке сегодня уже я так понимаю не состоится сегодня я успел заехать в магазин и то хорошо скупился продуктов на ближайшую неделю запасы макарон орешков дети различные соки всяческие нищички обмываются стресс отражатели по всей дороге стоят Это видно. Следующий момент. Да. Напишите, пожалуйста, в комментариях про качество картинки. То есть, во-первых, про режим. Я же как бы до этого снимал на обычном ночном режиме. То есть, где есть с чем сравнить. Кто смотрел мои видео с видеорегистрацией из машины. Ну и во-вторых, насколько жестко закреплен кронштейн. То есть, насколько сильно присутствует вибрация. То, что она присутствует, это я вижу. То есть, все равно болтается телефон. в силиконовом холдере. И немножко вибрирует. Так, выезжаем на 168-ю нашу дорогу. Как видно, 7 километров до Ферстенвальды. И 12-й автобан там. Впереди на Беркуту или на Франкфурт. Опа! Что-то где-то бутылка какая-то полетела. Я везу много бутылочек. Среди, извиняйтесь. Среди, извиняйтесь. Масло, масло, льна. Оно тут, кстати, могу сказать, довольно-таки качественное, то есть, не разбодяженное масло, льна. Кто знает, я активно занимался продажей этого масла в Украине, когда был. То есть, у меня было достаточно клиентов. Я его сам употребляю в еду, в салаты. Я работал с производителями в Украине. То есть, непосредственно закупал у производителей, которые держат свою марку качества. Ну и я вам скажу, что в Украине найти масло подобного качества можно лишь у производителя, либо там из ближайших от него, которым можно доверять. То есть, масло, льна, это такое специфическое масло, которое даже если наполовину разбавить подсолнечное, то оно будет все равно очень-очень похоже на масло льна, потому как у него свой оригинальный такой едковатый запах и вкус, который ничем не перепутываешь. И при добавлении в другое масло он, конечно, перебивает это масло все. То есть, льна очень сильное, похужее масло. Имеется в виду, конечно, не рафинированное, но сыродавное. то есть, я доволен тем маслом, которое мы тут покупаем в супермаркетах. Его тут полно в любом супермаркете есть это масло. Мы, как бы, выделили одну торговую марку, которая недорогая и хорошая и хорошая. Ее все время берем. Стоит оно тут 1 евро и 69 евро цен. то есть, конечно, в Украине я его покупал в разы дешевле. За эти деньги в Украине можно было купить в 2, то и в 3 раза больше масла. Ну, это же, конечно, с учетом того, что я масло заказывал у производителя. По оптовой цене, то есть, большими партиями брал. В магазинах, насколько я, как бы, помню, цена розничная этого масла была на уровне 120-140 гривен за литр. 4-5 евро за литр. Тут, получается, 250 миллилитров бутылочка стоит 1,7 то есть, литр стоит до 6 евро. То есть, не намного отличается от нашей розничной цены, но зато намного отличается от той цены, которая была доступна лично мне. Но я уже давно смирился. Окупаю его по чуть-чуть, оно всегда у нас стоит свежее, хорошее. Поэтому много бутылочек звенит в машине. Когда заезжаю в супермаркет на машине, то стараюсь вот такое все большое, тяжелое, что можно месяцами хранить подкопать. Успеем он этот зеленый или не успеем. Включился. Да, успеваем, успеваем. Включился. Налево. Там прямо хорошо успеем. моё ухо сегодня перестало болеть так сильно, как оно болело всю эту неделю. пил всякие обезболивающее. Сегодня мне намного легче. Что-то там в лесу происходит. А, это не лес, это мне надо автобаном. нет, это не автобан, это какая-то другая дорога. Неважно. привыкли мы тут к немецким дорогам. Кто знает, до какого времени мы тут можем кататься себе на украинской машине без переоформления её и всего такого. И что, и какие варианты действий могут быть, когда нас поставят перед фактом, что ваше время выходит такого-то числа. То есть, я машину продать, как я понимаю, здесь не могу или могу, но без документов, если тут такое возможно. могут запретить использовать эту машину, так как она в отличие от немецких машин не проходит техосмотр здесь. Если я поеду проходить, то очевидно не выпишут такой длинный список необходимого ремонта, что он затянет на тысячи евро. Но если я это всё здесь буду ремонтировать, то есть мне нету смысла столько денег в эту машину вкладывать здесь. Поэтому ремонтировать её тут за эти деньги никто, не будет. Вот, поездим на ней ещё насколько нам тут разрешат, а когда запретят, запретят, то выберем себе какую-то другую и купим. Тут машины недорогие. В Польше при мне за 200 евро люди машины покупали на ходу. новее нашей за 200 евро. То есть тут можно наверное за 500 найти машину. А тут большой вопрос в техосмотре. То есть тут техосмотр денег стоит. Чтобы его пройти нужно все неисправности устранить. А это денег стоит. И плюс тут ещё страховка. Страховка тут стоит тут люди, которые купили Шкоду Фабию полгода назад. Они делали потом страховку. И им эта страховка на эту Фабию обошлась в 400 евро. как я понял на год. 400 евро на год это же немало. Как вы думаете. Так. Я хочу ещё в один магазин заехать. Мне интересно заехать посмотреть кроссовки если они работают. есть местечко прямо возле этого магазинчика. Так вот мы ездим с одной противотуманкой модными габаритами и ближним цветом. Так. Скетчерсы тут есть. Обувной в котором есть большая обувка. Надеюсь он ещё работает. Оставлю тут всё барахло и пойду налегке смотреть. Подписывайтесь на наш канал. Я тогда буду больше снимать. Всем пока.